всем доброе утро девочки к нам пришел пришла дверь муж ее установил такая балконная и почти доделал террасу но почти принес уже сюда мои цветочки я знаю девочки что эти цветы нужно сажать в огород но я посадила вот сюда пусть они у меня тут живут вот эти вот такая будет красота тут видите муж еще все все делает вот и вот эти вот цветочки у меня здесь вот такие вот красивые вот питунька и такой розовенький мужу моему кстати нравится вот эти цветы и вот такая вот красота у нас тут террасная доска вот это речь как красиво крыша красота и здесь тоже красота на самом деле время 10 утра девочки мы с мальчишками спим как я не знаю кто еще вот здесь вот он ночью короче вот эти перила еще не доделал так что вот такая вот у нас красота здесь все доделывает надо будет потом окно вот это помыть все в общем сделать там кстати мой огород вот это все вот это все мой огородик маленький маленький но все что есть он мне 4 капустины потом покажу так что вот такая вот у меня теперь красота по утрам конечно балкон получился очень очень большой но классный сюда хотим муж точнее хочет сюда стульчики и столик такой вот поставить такая красота тут очень-очень жарко и вот здесь вот видите конечно тут у меня такая такая муж вчера только запенил а вот это все сказал ничего не трогать как всегда а то я все на мой все все что не нужно ему поэтому вовсю идут работы и вовсю конечно же грязь грязь вовсю тут но ничего страшного с мальчишками позавтракали я решила девочки позагорать чуть-чуть вспомнила что я в этом году не заказывала никакие средства для загара от солнышко с спф ничего не заказала в общем все буду заказывать чем надо видео для вас смонтировать как раз полежу на солнышке пока сейчас намазалась вот таким прошлом году его использовала мне кстати очень понравилось это здесь правда всего лишь спф-6 очень мало конечно такой маслица для загара но прикольно прошлом году с удовольствием пользовалась так что сейчас немножко полежу потом надо будет готовить обед и покажу вам еще мне пришел заказа и херб я вам его покажу но вот на море такое средство не стоит брать скажу сразу потому что ну конечно такое у нас ветерок сейчас еще мальчишки у меня дома валяются а я тут на своей раскладушечки решила немножечко половить солнышко то солнышко у нас уже давно а я еще не сгорала ни разу думаю надо немножечко поваляться на солнышке и заказать средства спф обязательно для деток для себя что-то я упустила этот момент час на фарма косметики что-нибудь закажу чуть-чуть я полежала девочки позагорала совсем немного и вот сделала детям своим не это называют шоколадный коктейль молочный коктейль самом деле это молоко и какао я просто в блендере делаю что было пеночка немножко сахарка сюда добавляю и в общем они у меня с удовольствием в жаркую погоду такой холодный молоко из холодильника холодненький такой напиток пьют ну вот так что подгорала я совсем совсем чуть-чуть пришла сделала коктейльчики сейчас буду готовить хочу приготовить сегодня окрошку сейчас буду как раз делать сделала окрошку она у нас будет на квасе это у меня такая старая старая супница который все хочу заменить но что-то мне не получается нож такая видавшие виды немножко потрескавшиеся но мне очень нравится в общем вот такая вот у меня окрошка с колбасой вареный добавила сюда еще редисочку вообще очень хочется побольше зелени но пока она мне не выросла пока у меня только лук из зелени зеленый лучок тоже с моего огорода так что будем есть крошку на квасе хотя мы не очень любим окрошку ну и своим девочкам я тоже дала косточки вот эти косточки покупные из жил так что они тоже наслаждаются в тенечке и и и и и и и и ну что распаковала я заказ айхер давайте вам покажу шоу это недели две может быть даже чуть побольше бумажка тут лежит и заказала я снова девочки вот эти спреи очень мне нравится и вот этот и вот этот в общем на лето в особенности кого сухие волосы я очень рекомендую вот этот спрей вот этот такой более утяжеляет волосы то есть он может их пачкать но на длинные волосы отлично я заказал сразу два потому что спрейчики эти просто лучшие я бы так сказала вот очень мне нравится и расчесываются волосы с ними хорошо и не пушатся и увлажненные вообще супер спрейчики казала я снова вот эту маску ой а уже предыдущая закончилась но мне не хватило на горках многие пишут мне хватило на полгода наверное вот эта маска был только один вкус вот такой маска для губ супер средства это ночная маска для губ я использую днем в качестве бальзама приятно пахнет не сладкий на вкус не знаю супер восстанавливает действительно разглаживает губы очень мне нравится вот это вот это кстати корейская меня спрашивали про корейскую косметику вот вот эта вот штучка это корейская насколько я помню вот вот такая но очень классная советую не бюджетная мне хватило на полгода потому что я его и днем использовала и на ночь в общем супер супер мне очень нравится с огромным удовольствием буду пользоваться еще также из бальзамов я заказала вот эти кармексы и я их заказываю ну во первых они мне очень нравятся во вторых они у меня везде рассунуты по сумкам потому что вот этим все таки не очень удобно пользоваться где-то да там в машине или где-то вы идете потому что сюда нужно руками лазить да поэтому у меня это стоит на прикроватном тумбочке да а вот это вот я уже беру везде с собой и таскаю в общем тоже люблю заказываю всем вот этот наборчик заказы заканчиваются я заказываю еще раз плюс здесь успех 15 есть ну и здесь у меня все специи очень мне понравились вот эти специи у меня был вот такой вот такие специи очень классные мясо курицы вообще девочки лучше чем даже вот эти organic simple до супер просто потрясающе во первых здесь и банка большая она пластиковая и в общем ни одного минуса я не нашла этих специй у меня сейчас остались только итальянские травки вот такие вот у меня сейчас остались я ими из их использую но в основном если мясо тушу и так далее надолго реально надолго хватает вот этой банки поэтому короче смотрите я тут прошлась вот это очень советую очень вкусно к мясу просто обалденно курочки даже когда я делаю картошку запекаю в духовке тоже посыпаю вот этим вот этими специями обалденный аромат просто и они не острыми то есть это у меня дети тоже едят также взяла вот такое вот я вам ссылочки все оставлю девочки почитается очень здесь такие они более универсальные вот кисети для курицы в общем тоже буду пробовать везде аром они даже вот сейчас из коробки аромат этих специй просто обалденный так здесь у меня соль и перец черный такие видите вот здесь у меня общем я набрала все что было здесь я так понимаю сушеные томаты и видите тоже итальянская как бы какая-то типа приправа с сушеными помидорчиками всякие тоже универсальная такая вообще там написано видео универсальные приправы и заказала лимонный перец вот такой смотрите он какой ярко-желтый вот этот лимонный перец очень хорошо для рыбы идет вообще у меня был похожий от organic simple но я решила взять в этот раз вот такой потому что то эти специи мне очень нравится девочки я вам от всей души их советую они стоят дешевле и объем больше и они мне реально больше понравились так что вот такой вот у меня получился заказ сахер очень мне в общем все мои любимки короче заказала и бальзамчики и вот эту масочку спрей для волос и вот эти специи они просто обалденный особенно у меня вот эти специи кстати муж добавлял когда коптил мясо просто обалденное мясо потом мы коптили уже без этих без вот этой специи да и уже немножко не то вот с этими вообще супер так что вот такие вот у меня в общем буду готовить буду готовить ухаживать за собой все как обычно ссылочки как всегда оставлю вам внизу инфобоксе и кстати сейчас увидела смотрите вот к этому бальзаму идет вот такая вот силиконовая лопаточка в прошлый раз когда я заказывала этот бальзам вот этой силиконовой лопаточки не было сто процентов не было а сейчас вот такая даже лопаточка есть причем она видите такая сделана как в таком кармашке то есть нанесли и можно эти распакую и можно будет сразу же положить чтобы не пачкать да ничего такая она силиконовая суждено вообще вот это вообще прикольная тема так что очень советую здесь у меня приехал с работы муж и привез новых питомцев для нашего сада мне пришлось озвучить все за кадром к сожалению потому что у нас соседи там пилят какие-то старые сухие деревья еще что-то дрова я так ну а ну в общем работает во всем в общем уж у меня купил вот такую грушу у нас уже одна есть но она нам не очень нравится по вкусу поэтому муж меня все хотел как-нибудь еще одну купить в общем купил вот такую не знаю семьсот шестьдесят девять рублей она стоила я надеюсь что она приживется и будет радовать нас своими грушами вкусными вот такой вот не знаю по какому принципу он выбирал наверное чтобы она была сладкого вкуса вот такая вот урожайная вот надеюсь что в общем будем сегодня вечером сажать с мужем все вот так же он купил у меня белую акацию вот такой вот мы на самом деле такое дерево не планировали дерево это кустарник да насколько я помню девочки поправьте меня если я ошибаюсь но по-моему это кустарник до акация белая вот такая да кустарник написано высотой до 20 метров я конечно не знаю будет ли она у нас 20 метров или нет но мы решили ее посадить к забору в общем там где у нас стоят машины мы все хотели с мужем там высадить скажем так такую аллею из сирени но сирень у нас почему-то гибнет и как-то вот у нас не получается ну я вам ее сегодня покажу вот решили в общем акацию белую посадить и еще он не привез всякие цветочки сказал что они ему очень понравились тем более у меня такая клумба в общем она такая полупустая у меня получилось вот такой цветочек не знаю я на самом деле не разбираюсь сортах видах цветов и тому подобное я все читаю в интернете и сразу же обычно забываю вот такая вот история а вот такие вот еще нас табак душистый 6 штучек тоже посажу в клумбу вот вроде бы насколько я знаю говорят что он пахнет вкусно 299 рублей 6 штучек стоило это он у меня был в магазине обе я наверное не сказала да в этом видео вот заезжал там что-то ему нужно было для шланга там и так далее и в общем накупил цветы и вот такая вот маленькая петуни очень на книг кстати понравилось я что впервые такую вижу на самом деле вот видите такая петуния вот тоже 199 рублей здесь один кустик вот но тоже посажу свою клумбу и вот этот цветок мне он очень понравился вообще обалденный цветок как он выглядит конечно мелкая тут вот сразу же она у меня и копает и грызет все и вырывает вот такая вот она вот гоняю ее периодически в общем вот такой вот цветочек он еще он не купил у меня как раз клумба такая двести шестьдесят девять рублей он стоил у меня как раз клумба такая прямо на самом на самом санцепёке я бы так выразилась находится у меня там растут гладиолусом так что вечерком сейчас немножко спадет ну жара относительно конечно да так скажем и вечером мы посадим а вот там вот это питунья которую я прошлый раз в обе на распродаже покупала почему она так разрастается очень даже неплохая так что такие вот у нас новенькие жители в саду на этот раз будут но вот мы очень очень рады по крайней мере я что сад наш разрастается здесь мы сможем как раз точнее муж я я так сказать помогаю сажаем акацию вот это вот около забора вот решили ее посадить туда не знаю почему муж решил приобрести но вот как-то наверное захотелось вот но я на самом деле не против посмотрела в интернете как она выглядит кажется должен быть нереально красивый кустик так что вот такая вот у нас новая здесь будет жительница вот такая вот как раз вдоль забора и с одной стороны у нас сирень это сирень еще моего прадеда мы ее отсаживали в общем она такая болела и она очень поздняя у всех уже сирень отцветает у нас она только зацветает и она ну такого обычного классического цвета ведь она такая молоденькая там общем пенек был такой из которого пошли новенькие такие отросточки да и в общем стала разрастаться наверное единственная сирень которая более-менее нормально у нас растет вот здесь вот у нас еще сирень она видимо тоже поздняя но она видите такая маленькая и все никак особо не разрастается вот уже видите один маленький бутончик только выпустила в общем и до этого мы там и белую сажали сирень и всякую вот тут помощница как раз папе под навесом там песок там же милое дело вот так вот копать да а здесь вот у меня яблонька мельба помните я покупала весной в этом году и она у нас вот еле-еле ожила только сейчас видите начала выпускать листочки я уже даже тут расстроилась думала что все погибло потому что я вообще хотела такой сорт яблонь и яблок да у себя в саду потому что мельба и многие из вас писали очень хороший сорт но вот только сейчас она как-то начала оживать а это абрикос который я покупала он как-то сразу пошел и листочки выдала даже тут свел правда но цветочки все опали но все равно то есть он прямо такой живенький живенький бил был там мельба сидела долгое время и прям даже расстраивала меня но ничего жила пошла и подкармливаю так что отлично и вот абрикосина у нас тут тоже живет а это мы сажаем как раз грушу такую точнее муж сажает девочки не я вот так что вот такая вот у нас теперь будет рядом с парником как раз вот там дальше у нас тоже груша которая ну такие не очень вкусные у нее такая мелкая жесткая вяжущая такая как дичка наверно вот и нам она не нравится ее только но не на компот не посушить ничего такая найти немножко странная груша вот но теперь будет вот это будем ждать когда она даст тоже нам плоды мы все попробуем а здесь я посадила цветочки от меня спрашивают почему я не снимаю своих детей потому что они вечно у меня ходят в одних шортах и шлепках девочки все вся одежда вот только когда холодно я заставляю одеваться в общем ругаемся с ними за одежда они бы вообще у меня в трусах целый день бы ходили как раз посадила здесь цветочки у меня еще тюльпаны ну почти уже отцвели я кстати что-то не показывала мне кажется в этом году вам тюльпаны как они мне зацвели но не все из того что я сажала в прошлом году не все у меня вышли не все у меня хорошенечко цвели чем посадила сюда это вот мои я их называю фиалки девочки не знаю почему но вот может быть это их какое-то второе название но очень они мне нравятся эти цветочки сюда тоже посадила вот этот цветок очень классный на мой взгляд и вот эти вот первоцвета они скоро уйдут у меня получается совсем пустая грядка а вот там вот у меня как раз таки гладиолосы я сажаю прямо близко к забору чтобы но они тогда меньше ломаются то есть из-за ветра например или сильного дождя а потом их там подвязываю вот такие фиалочки у меня красивый этот раз то табаку мне немножко подвял пока дождался вот посадки но ничего страшного здесь немножко повредила один цветочек ну тоже не страшно в общем такая красивая питунья красиво очень смотрится на клумбе кажется вообще класс и вот здесь вот тоже фиалочка такая у меня растет так что ну вот такая вот у меня получается клумба то есть вы понимаете да первоцветы сейчас уйдут тюльпаны выкопаю и все клумба пустая что-то у меня тут ничего нет прошлом году даже не помню что мне тут было а вот некоторые видите тюльпаны они вот так вот вылезли бутоны не дали и теперь засыхают не знаю почему так произошло но это у меня первый год такие мои тюльпанчики вот так что вот такая вот немножко клумба у меня погуще стала здесь вот питунья которые я тоже покупала на распродаже меня просили также показать как они отошли не отошли вот смотрите растут вовсю единственное что одна у меня вот здесь вот за хоть она и зацвела но мне кажется в итоге погибнет то есть она такая вся не очень видите ну ничего страшного будет у меня поменьше правда они все розово-белые у меня получились вот но тоже ничего страшного но здесь я буду готовить ужин буду тушить баклажаны с овощами здесь у меня натертая морковка лучок и баклажаны я сейчас все это буду обжаривать вначале с маслицем да и потом еще буду сюда добавлять у меня есть остатки замороженной зелени и замороженных овощей и я как раз их буду сюда добавлять потому что нужно освобождать морозилку мне еще там грибы конечно есть но потихонечку освобождаю вот здесь вот у меня лук замороженный с прошлого года еще я его постоянно добавляю овощи супы особо вкуса не дает но так сказать вид больше дает а вот здесь вот у меня знаете что это это стрелочки от чеснока я их вот так вот нарезаю и потом добавляю очень вкусно добавлять их к мясу получается такой ну чесночный такой аромат чесночно-луковый я бы так сказала здесь у меня петрушка вот совсем совсем чуть осталось сейчас все это я как раз туда добавлю и здесь тоже вот с прошлого года я замораживала перец ласточка вот так вот он у меня нарезан длинными кусочками тоже сейчас туда все добавлю можно еще добавить помидорку но я в этот раз не стала добавлю просто томатной пасты и у меня получится такое овощное рагу тушеная очень вкусно меня любит муж такое и еще я туда добавляю вот такие кубики это у меня замороженный бульон когда мне нужно не допустим отварить какое-то мясо или ну вот остается бульон в этом случае у меня куриный то я замораживаю в таких формочках они продаются по фикс прайсе девочки я их покупала уже честно говоря не помню формочки для кексов я и кексы в них делаю и его замораживаю вот так вот бульон добавляю к овощам или каким-то другим блюдом получается очень вкусно то есть вместо воды у меня получается вот такие вот но бульон замороженный скажем так вот так что сейчас все это у меня потушится и потом посолю поперчу не будет такое вот вкусное блюдо которое мой муж обычно использует вместо гарнира вот то есть мясо и вот такие вот овощи отлично идут ну что вот мои овощи готовы вот так вот они выглядят теперь тушится скажем так добавим сюда еще томатной пасты соль перец по вкусу и но я томатной пасты немного добавила чтоб не сильно такой красноватый было здесь я еще буду варить макарошки своим деткам потому что они меня такие овощи не любят они вообще особо овощи не любят поэтому да и здесь я пожарила это у меня была грудка индейки я просто панировочных сухарях порезала пожарила такой такое вот блюдо у меня очень любят дети что куриная грудка что грудки индейки в панировочных сухарях на не это называют домашние наггетсы и салатик здесь у меня свой лучок своя редисочка которая уже закончилась тут остатки можно сказать помидоры огурцы покупные и руккола у меня тоже своя она в парнике у меня уже очень хорошо разрослась мы уже тоже почти съели так как мы любим такие овощные салаты у нас зелень уходит просто на ура не успевает расти у меня в огороде поэтому вот такой вот заправляю его обычным маслом растительным вот еще и тут решила напечь наполеон я уже говорил о закупках ленте что планирую сделать наполеон это слоеное у меня дрожжевое тесто испекла вот такие коржи пыталась сделать их ровными но к сожалению не получается у меня всегда сделать ровные коржи они у меня уже остыли буду делать крем крем я делаю здесь у меня масло со сгущенкой сбиваю прям очень долго чтобы она у меня прям такое было крепенькое и взбитые сливки сливок у меня всегда больше чем вот это масляно сгущенные смеси то есть сливки я беру целую упаковку взбиваю и буду смешивать это между собой обмазывать как раз вот такой наполеон у меня получился мало я сделала вот этих обрезки чтобы ну как бы обсыпку да вот это вот сделать но но вот как получилось и кривенький он у меня на у меня всегда он то получается такой кривенький не знаю как бы я там не обрезала не старалась сделать его ровным все равно получается вот такой вот кривенький вот крему вот со сбитыми сливками получается очень нежный воздушный сейчас я наполеон отправлю в холодильник и уже завтра мы его будем как раз таки кушать крем у меня получается не сильно сладкий то есть сливки как бы разбавляют да вот эту сильную сладость и получается такой очень вкусный нежный крем я всегда делаю именно ленивый вариант наполеона сама не пеку коржи может быть как-то попробую когда у меня будет по большим временем вот но мы вечером решили сходить с мальчишками на футбольное поле взяли своих девочек естественно вообще сюда с собаками конечно нельзя проходить но у меня девочки они знают что здесь нельзя ничего такого делать поэтому решили взять погода очень классная вечер такой очень приятный правда очень много комаров вот а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok